всем привет сегодня у нас 15 ноября хотелось бы задеть такую тему когда в общем смотрите психология до психотерапевт психолог как правило допустим они пишут там есть книги там таблетка от страха там прочие всякие да там смотрел очень много видео которое находится на канале скажем так же youtube да где психологи выступают да там что-то они рассказывают что вот это вот это вот это вот это они как правило перечисляют допустим симптомы но ни один из психологов психотерапевтов почему-то мне не открыл карты даже на платном приеме когда да я был даже там мне никто не открыл карты как же все таки избавиться от этого да хотя бы что-то там это советы какие-то да там вот вы делаете это а то есть советую такое возьми бумажку да попиши и там еще что-то допустим да там мы никогда не смотрели допустим такое видео допустим по какой системе нужно работать допустим в психологии есть несколько систем допустим есть система там шварца еще чьи-то да там ученых много допустим психологов психотерапевт да там и все это рассказываю допустим да там системы но ни один вот сам еще раз повторюсь ни один психолог ни один психотерапевт не открыл карты как же с этим бороться да там и многие допустим когда идут на прием психотерапевту они платят деньги какие-то определенные да там и то есть люди готовы платить деньги да за это чтобы ну потому что мы не можем мучиться мы готовы платить деньги чтобы нам как-то это выходить из этого состояния и что еще хочу сказать когда я так этот павел павел да там есть какой-то да там психотерапевт у которого кишит роликов там еще какой-то там 3 5 где я пытался обратиться лично к ним и допустим сессии провести сессии по скайпу когда мне сказали ну в среднем будет курс зависит порядка 80 там 120 тысяч ну в зависимости насколько там надо будет продлевать в это соответственно будет еще типа вот такого а какой-то у них есть допустим определенный курс там порядка там 58 занятий до которые будут стоить как бы для 80 тысяч рублей меня это конечно так это и конце концов я сделал ссылку на свое видео в группу психологов конце концов мне ответил психолог с 28 летним стажем работы в клинике в сша и русские женщина знают в совершенстве как бы ну какие-то фразы бывает она там на английском не горит ну а как бы и понимаете она говорит да о чем и суть такая допустим мне было но действительно меня прямо было все я сейчас кирдык конец фильма и конце концов то что там пробовали как пишутся там мысли отсекать да это ну не суть все она говорит я говорю тебе могу в принципе мне стало я когда посмотрел игре твой ролик на youtube не стала очень тебя жаль и поэтому я решила тебе помочь ну разумеется я сейчас вышла на пенсию как бы да там живу я сейчас в сирии где-то и то есть небольшую какую-то допустим сумму да там мне можно как бы это да допустим у меня конечно записи много людей обращается много кто меня уже знает допустим где-то кто-то по совету дают берет она за сессию группа для 30 евро но около 3000 рублей ну я как бы с ней ну что давайте попробуем ну то есть сам смысл после часа общения с ней вот с разговоров она мне не расспрашивала ничего там симптомы не распрашиваю ничего я горит и так все знаю вас в россии грубо говоря ваши психологи сначала вас слушают сеанс 23 потом они начинают по чуть-чуть какую-то дам давать информацию нас учили горит немножечко иначе где мы сразу стараемся оказать вам помощь если человек допустим обратился дать за помощью значиму на помочь да там не так что он пришел а вы его там слушаете то есть после часа общения после часа общения ну занятия определенного да там задание ну то есть она мне говорила что мне надо делать я это делал отрабатывал вот эти приемы да какие-то то есть через час общения у меня появилась тяга жизни я позвонил всем родственникам я со всеми поговорил когда уже давно-давно со всеми не разговаривал но я пообщался каким-то знакомым друзьям что-то там написал как у вас там дела то есть появилась тяга прямо жизни как будто какая-то вот энергия такая что все я самый здоровый человек в мире у меня вообще ничего не болит я супермен да то есть на следующий день довольно таки в принципе состояние было скажем нормально адекватная без всяких этих как бы на позитив чеки в обед потом появились немножечко головные боли да там какие-то я как-то попытался снова в эти моменты что-то как-то работать над собой меня отпускала до уходила то есть голова стояла становилась ясно и все после грубо говоря сеансы это получается первый день сеанса я был 2 вот на третий день у меня немножечко так это где-то там что-то голова подкружилась мысли только появляются соответственно эти мысли сразу же направляешь но в другое русло да и соответственно но все у меня снова там отпускает и все как бы чувствуешь себя ну вроде адекватно у то есть желание жить вчера у меня был второй сеанс по втором сеансе уже немножечко я поговорил какие то вот то что занимаюсь там вот это вот это вот это она дала определенные опять же какие-то эти задатки что мне делать как мне делать как дышать чем можно с руками сделать там технологию определенную да какой там отработал тоже как бы да там учет на чуть немножечко голова болела я немножечко сразу чуть заволновался но голова она может у всех болеть у любого да там перемена погоды прочее таблеточку выпил вроде как бы ну адекватно поздравил заехал брата с днем рождения мы и поехал домой у меня вахта закончилась как бы я еду домой то есть вот такая вот работа психолога да там психотерапевта да там гипноза терапевта которая тебя вводится реально какие-то как в гипноз какой-то просто какое-то состояние эйфории какой-то расслабленности ну и основная наша проблема это во время атаки когда наш мозг выдавливает слишком много кислорода в мозг у тебя получается богатый кислород и мозг такой это от изобилия кислорода в голове он начинает как бы это ты его немножечко тебе его нужно немножечко грубо говоря там осадить то есть медленно носом подышать да там медленно также ртом по выдыхать система дыхания там 69 трасса какая-то кошмар близко к машинам подъезжаешь под них камни летят не а впереди еще у меня едет какой-то дятел новогодний который вот так и старается то по обочине ехать то в середине ехать чтобы поднять вот эту грязь вот эту так хочется выйти ему ударить гол в голову на бестолковую у него маневр даже он не понимает вам едет зачем он вообще зачем он вообще живет такой дятел козел вот в общем что еще немножечко расскажу да допустим последние события да там я буквально видео снимал когда ехал на вахту прошло две недели да ну в принципе что скажу как бы бывали конечно моменты когда тебе тяжело когда тебе это что-то это да что касаемо диеты я также держусь молочко я не пью жареная не кушаю то есть кушал вареники с капустой ну тут дал слабинку прямо готовить некогда было и я как бы это немножечко скажем так слушал перемешек курица с говядиной там домашние скажем так перемешки не знаю как домашние ну типа и поэтому продают киоск когда там давал чуть чуть слабиночку а так вареники с капусткой и гречка борщик такой поздненький в баночке которым покопается такое чувство шумно лицо немножко похудела сход ну спортсмен стал сейчас давай приеду роллов поем и водочки пахнут стакан литвабные просто вот голова за такая ну вот как то так я живу что касаемо допустим там по восстановлению печени ну да там овес что-то было время тут овес по запаривал попил и что еще таблетки я вообще никакие не пью все просто отказался до кроме конечно вот поддерживающие это я эссенциале for the n по 6 таблеток в день группы пью их и как бы вот через две недели где-то будет у меня день рождения я пойду на вахту я буду на рождение ура ну еще рано так вроде хотелось много сказать много всего поделиться короче давайте на связи если что пишите я буду рад ответить и буду очень счастлив видеть ваши комментарии как бы настроение конечно позитив буквально два часа назад не было так плохо я думал что у меня давление если случаем руки накроет тяжело было скажем тогда сейчас какой-то нормально на заправку заезжает а так неохота не поеду поезду без бензина там не заправлюсь по трассе бензина вроде все пол бака должно хватит ну трасса конечно сумасшедшая грязная не номера не читаем можно так важно давайте пишите связи